С добрым утром всех! С вами Стив Про, и наше доброе утро начинается с обновления Тулбокса для Майнкрафта Бокти Дивишн. Если кто-то не знает, то данная программа представляет собой лаунчер, полноценный лаунчер, то есть набор читов, которые вы сможете активировать прямо в Майнкрафте. Собственно, друзья, здесь вы сможете включить различные моды, а также очень приятный интерфейс встретит вас в этой программе. Кстати, я что-то активировал, у меня появился вот такой интересный баг, кстати, смотрите, как я передвигаюсь, довольно прикольно. И, кстати, друзья, с помощью этой программы вы сможете изменять время, то есть сможете ускорить вашу игру. Давайте мы на это посмотрим. Друзья, собственно, двигаю себя просто бешеное. Кстати, с данной скоростью можно снять видео, то есть прихождение или выживание в Майнкрафте с ускоренным или, наоборот, замедленным временем, и это будет очень классно. Что же, друзья, также здесь, как я сказал, вы можете включать различные моды, которые находятся вот здесь. К примеру, тот же самый X-Ray присутствует здесь мини-карта, которую любят многие друзья, показыватель дамага, то есть индикатор жизни трекэпитер, показывать статус брони, показывать дебук инфу в игре. То есть это как на компьютере, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот, друзья, FPS 52-5043. И, собственно, друзья, показывается также наш дисплей и загрузку памяти. Мы используем OpenShall 2.0. И, собственно, давайте сейчас попробуем X-Ray. Да, друзья, отлично X-Ray работает. Поэтому, если вы хотите немного побаловаться с читами, если же кто-то играет в Counter-Strike, то этот чит вы можете понимать как ВК. Друзья, то есть Валлхак. Как-то так называются все эти читы. Поэтому не пытайтесь их использовать на сервере. За это вы можете получить настоящий бан. И уже расстроитесь вы. И будете, друзья, об этом жалеть. Даже на том же самом сервере Lifeboat за это вас, конечно, не забанят, потому что... Хотя могут, друзья, могут, потому что на Hunger Games это помогает посмотреть сундучки. То есть данная программа позволяет найти местоположение сундучков. Поэтому за это вам могут дать бан по IP. Будьте осторожны и не пытайтесь использовать данную программу на лицензионных серверах. А используйте их только с друзьями в одиночной игре. Но если все же вы решили рискнуть, то принимайте все на свой страх и риск. Ну, собственно, друзья, с вами был я. Это все, что я хотел показать сегодня. Поэтому ставим лайки и подписываемся на канал.